Всем доброе утро, ребят! Начало новой недели, понедельник, у меня еще совсем раннее утро за окном, вот можете видеть, еще даже не расцвело, но и начну сразу с хорошей новости. Привет, Чебурнет! Вчера мы не смогли выйти в эфир, те, кто пытались смотреть стрим, пытались смотреть прямую трансляцию, все это наблюдали воочию несколько раз. Я пытался вывести программу в эфир, гость у меня там уже нервничать начал в какой-то момент, в конце концов в эфир мы так и не вышли, вернее вышли, но вышли не в Ютьюбе, вышли в эфир только ВКонтакте, это единственное, куда мы смогли выйти. Сразу оговорюсь, нет, никакие там мифические спецслужбы тут ни при чем. Дело в том, что наши похорукие специалисты, которые специалистами никакими не являются из Роскомнадзора, активно готовятся к 1 ноября, когда, как известно, Россия должна перейти на автономный Рунет, который в случае чего какой-то агрессии извне нас должен защитить. Так вот, я вас порадую. Ни от чего они нас не защитят, никакой автономный Рунет они не сделают, потому что, насколько я понял, там настолько похорукие люди сидят, там нет ни одного специалиста, там сидят абсолютно левые товарищи, которые понятия не имеют, что они там, зачем они там и чем вообще занимаются. Судя по их действиям, они просто сидят, тыкают на все подряд кнопки, тыкают вот провода во все подряд гнезда. Пару недель последних мы прекрасно это, я думаю, все заметили. То мобильная связь куда-то проваливается, то какие-то сайты переставали работать. Вчера вот соцсети не работали, посмотрите, несколько раз я пытался запустить трансляцию на YouTube. Несколько компьютерщиков одновременно пытались мне в этом помочь, ничего из этой затеи не вышло. Но меня-то другое пугает, повторюсь, приближается 1 ноября и вот этим вот похороким бездарям придется бежать и докладывать наверх Владимиру Владимировичу, что все, закон исполнен, автономный Рунет в России появился. Вот это вот меня на самом деле пугает. Доложить-то они доложат и даже бумажку нужную составят, что будет потом, я понятия не имею. Самое страшное, то что мы останемся без связи возможно на несколько дней, возможно на несколько недель, но если повезет всего лишь на несколько часов без связи, без компьютерной связи, это не самое страшное. Огромное количество предприятий ведь завязано на интернете. Я боюсь, как бы эти похоруки, козлоухи какой-нибудь банк не обрушили. Ладно, если наш, они ведь могут обрушить запросто какой-нибудь иностранный банк. Не нарушили бы работу какого-нибудь предприятия, да, в следствии чего где-нибудь разморозятся, какие-нибудь трубы лопнут, что-нибудь там случится. Не нарушат целую там какой-нибудь финансовый оборот, возможно даже бюджетный какого-нибудь региона. Потому что когда чем-то занимается не специалист, а обычный чебурашка, как правило из этого ничего хорошего не выходит. Ну что ж, будем посмотреть, до 1 ноября осталось совсем ничего. То, что мы не вышли в эфир не так страшно, по крайней мере запись. В записи вы этот эфир сможете посмотреть, он уже на канале присутствует. Гостем был Сергей Удальцов, прошу прощения у всех, но совершенно не моя вина. Ну а вам, ребят, вы держитесь там, хорошего настроения, ну и удачного всем дня. Спасибо.